Узнать тайны Вселенной и стать астронавтом. 11-летний Егор Лазаренко с интересом вглядывается в карту звёздного неба. Уже неделю парень посещает научно-космическую лабораторию в Центре доп. образования детей и молодёжи. Вместе с ребятами делает макет Солнечной системы и проводит занимательные опыты. Эти занятия помогут нам узнать очень много нового. Нам тут рассказывают и про космос. Все наши отряды названы в честь звёзд. В лаборатории мы занимаемся садоводством, экспериментируем, в каких условиях наши растения будут расти. Ребятам некогда скучать. Весело и непринуждённо они постигают азы космической инженерии, механики и биотехнологий. Мальчишки и девчонки от 8 до 13 проводят эксперименты с экосистемами и узнают законы движения небесных тел. Даже свои отряды называют в честь звёзд. Мирам, Сириус, Саргас. Я как разработчик проекта ДНК не ожидала такого отклика от детей. Для меня было большим удивлением, когда наши ребята смогли в течение 40 минут действительно удерживать своё внимание на документальных фильмах. Не на мультиках, не на сказках, а на документальном фильме, связанном с МКС, как самой большой лабораторией. Им было действительно очень интересно познавать новое. Они задают очень много вопросов. А в этом классе создаются 3D-модели космических кораблей, планет и астероидов. С помощью компьютерных программ, которые используются в киноиндустрии, дизайне и архитектуре, дети постигают основы астрофизики. Занятия развивают воображение, усидчивость, учат нестандартно мыслить. Каждому индивидуальный подход. Что нового ты здесь узнал? Как движутся спутники, как движутся планеты и что происходит в космосе. Мне нравится 3D-моделирование, ещё мне нравится делать скрипты и вообще делать программы мне нравится. Отдохнуть, развлечься и научиться – неофициальный девиз летнего отдыха. У центра доп. образования собираются ребята со всего города. Тематические площадки от ГАИ, МЧС, освода манят как магнит. Мальчишки и девчонки получают самые важные навыки в жизни. Плюс участвуют в конкурсах, разгадывают загадки и делают селфи. Служба МЧС заинтересована в том, чтобы большие летние каникулы у детей прошли безопасно. Спасатели напоминают детям, как себя вести безопасно дома, когда они остаются одни. Как себя вести безопасно на водоёмах, отдыхая на природе, на игровых площадках, либо когда собираются в лес. На летних каникулах в Могилёвской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч детей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 6 миллионов. В среднем путёвка в лагерь обходится в 65 рублей. Плюс интересный и разнообразный досуг. Всё для того, чтобы школьники вернулись на занятия с новыми силами и незабываемыми впечатлениями.